Уполномоченный по правам человека Андрей Кабанов вместе с начальником регионального УФСИН Владиславом Никишиным провели прием граждан. Ирина и Эльвира Лебедева пришли рассказать о проблемах своего родственника, который сейчас находится в 5-й Кохомской колонии. С детства у него сахарный диабет. На коротком свидании он сказал, что забор сахара, когда был, 26 единиц сахара. Это очень большое. При 20 уже кома может начаться. И у него были уже комы. И китозы, и комы. Но он находится в отряде. Мы пытались как-то поговорить, чтобы его перевели в больницу под наблюдение. Мы нашли. Начальник УФСИН заверил, что заключенного уже к вечеру переведут в больницу для осужденных, которая как раз находится рядом с 5-й колонией. Следующей на прием пришла Марина Вереникина. В колонии у нее муж. К вам такой вопрос. Мне надо мужа перевезти с Мурманской, ну как он у меня отбывает наказание, Мурманской области. Нам бы хотелось перевезти его в поселок Талице, в исправительную колонию номер 8. Какая? Ивановская. В прошлом преступлении в Мурманской области? Нет, здесь. Мужчина осужден к особому режиму. Таких колоний на территории Ивановской области нет. Заявительница поясняет, муж тяжело болен туберкулезом. В Талицкой колонии есть специальное медицинское учреждение, где заболевания успешно лечат. Однако обратилась женщина не по адресу. С решением этого вопроса ей могут помочь только в Москве. Перевод из одного субъекта в другой – компетенция вышестоящего руководства. Это прератива директора Федеральной службы исполнения наказания. Просто Сергей Миленович прератив? Да, да. Я вам тут помочь нечего, и тем более Андрей Юрьевич. Марина Вереникина уже направляла письмо в Москву о переводе мужа в Ивановскую область. Ответ, как говорит заявительница, был невнятным. Теперь она будет писать еще одно письмо. Уполномоченный Андрей Кабанов пообещал, что тоже обратится в это ведомство с аналогичной просьбой. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.